Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И решил сегодня показать, вот буквально недавно, рисунок пиктограммы методика дефектной больной шизофренией. Соответственно, было предложено стандартное задание, 16 словосочетаний, веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье, развитие, вкусный ужин и так далее. Всего 16 словосочетаний. И вот сегодня, значит, этот больной нарисовал такой рисунок. Он не справился с заданием, он дефектный больной. Не буду вдаваться в подробности, он имеет диагноз под точкой, то есть ему поставлен окончательно выставленный диагноз. Не буду распространяться об этом более подробно. Интересней сам продукт, который он выдает в процессе психологических и психологических, экспериментально-психологических исследований. Методика пиктограммы. Вот это веселый праздник, тяжелая работа, болезнь и счастье. Объяснить последний рисунок он не смог. Почему тут нарисована то ли сумка, то ли замок, непонятно. Сам потом не вспомнил, что нарисовал. Ну вот, интересно. Буквально вот сегодня мы это увидели. Веселый праздник, тяжелая работа. Что это такое, тоже трудно. Он не смог так же объяснить это. То есть тут понятно, это ель, елка, то есть с игрушками на ней. То есть веселый праздник. Видимо, по всей видимости, Новый год. Можно догадываться. Объяснения носят такой сумбурный символический характер. По другим методикам там отдельная песня, отдельные результаты. Будет возможность, покажу. А вот здесь, в данном случае, веселый праздник, тяжелая работа. Он не смог объяснить, что он нарисовал. Что очень странно. Соответственно, то ли наковальня, то ли что, тут непонятно. Болезнь. Видно, видимо, какая-то кровать. Я так предполагаю, лежащий на ней человек. И зачеркнута черная болезнь. И, соответственно, веселый праздник, тяжелая работа, болезнь, счастье. Тоже он не смог выполнить это задание. В дефекте человек находится. На этом все. Кому интересно, задавайте вопросы. И удачи вам.